Своя Кевиси, друзья, всем привет! Сегодня приехали в Клейпиду, всю ночь не спали, в 4 часа утра сюда выехали. Сейчас здесь у нас раннее утро, хотим посмотреть первый раз на Балтийское море, также посмотреть старый город здесь и посмотреть вообще, что тут еще есть интересного. Первое, друзья, что увидели, что реновация тоже домов идет, есть уже вот такие вот отремонтированные домики, очень красиво выглядят, также еще на въезде мы видели, что там дороги везде ремонтируют, то есть в городе видно, что идет вовсю ремонт, но видно также еще, что есть к чему стремиться. Кстати, мне нравится, что когда в Литве делают реновацию домов, то стенки не просто вот зашпаклюют, а сделают еще какой-нибудь вот такой рисунок. Здесь, конечно, рисунок не слишком замысловатый, то есть просто линии, но я встречал дома, на которых даже, знаете, какие-нибудь там узоры делают. И также хочу обратить внимание, что дом покрашен не в один цвет, а он идет, видите, разноцветный, то есть, по сути, могли бы в один покрасить, но это было бы не так уж и красиво. А здесь позаботились и сделали вот так вот полоски, светлые, темные, светлые, темные. И еще, кстати, первое, что бросается в глаза в этом городке, то, что здесь много вот таких вот домиков с черепичными крышами, и некоторые из них выполнены в баварском стиле, то есть они белой краской покрашены, и там идут такие, ну, крестообразные, такие перекладины из темных таких досточек. Очень прикольно выглядит и прям чувствуется, что ты в Европе. Не все, конечно, домики здесь в баварском стиле, есть еще и вот такое вот советское наследие. Даже филиал психиатрической больницы выглядит здесь вот таким образом, то есть глиняная черепица и вот такой вот светленький. И также еще, смотрите, вот сейчас посередине экрана вы видите, там пятиэтажка идет такая советская, и ее вовсю ремонтируют. То есть тоже, когда ее приведут в нормальный вид, будет все очень хорошо выглядеть. Кстати, город прикольный, то есть здесь очень хорошо вот так вот прогуливаться по вот этим узким улочкам. Единственное, что мы сразу заметили, по сравнению, например, с той же Цзукей, где мы живем, что здесь слишком ветрено, и тут переменчивая погода. То есть когда мы рано утром приехали, было, в принципе, очень хорошо, то есть было прям так солнечно, и было тепло, а сейчас налетел такой ветер, и сейчас вы видите вот тучи на небе, и то есть прям стало прохладненько. То есть здесь погода резко меняется, и, в принципе, нужно все время носить с собой какую-нибудь курточку. Сегодня, к сожалению, мы не взяли велосипеды, поэтому видео я буду делать вот такими вот нарезками, и я буду вам показывать, ну, вообще все улицы, как они здесь выглядят. Вот сейчас на экране вы видите вот это здание. В принципе, оно не отреставрированное, но я думаю, когда его прям, ну, покрасят, подштукатурят, то будет выглядеть очень классно. Ну, например, как вот это. Смотрите, оно уже готовое. Здесь вот идет тоже реновация. Это тот домик, который я вам только что показывал. И вот как выглядят эти улочки. Очень классно. Офигеть, ребят, смотрите, какая красота. И это мы находимся даже не в центре, то есть мы еще даже до старого города не добрались. То есть это такая, буквально, знаете, окраина, я бы сказал. Ребят, смотрите, какая здесь происходит жесть. Сколько здесь всякого мусора. Но это не потому, что люди так живут, а потому что реновация идет. Смотрите, здесь все затянуто вот такими специальными тентами. Стоят строительные леса. Я, кстати, первый раз вот, ну, вижу, ну, как прям вот активно, так работа идет. В основном я видел, когда уже завершаются всякие эти строительные работы. А здесь они вот в самом разгаре. И жители сейчас вот, ну, живут в этом доме. И у них вот снаружи он выглядит вот так. Так, первый раз, короче, такое вижу. Но самое классное, что когда они все сделают, он будет выглядеть как вон тот дом, который вы видите спереди. Сейчас я вам подойду и его покажу. Вот так, короче, будет выглядеть их дом. А сейчас он выглядит вот так. Ну, я думаю, короче, стоит потерпеть весь вот этот бардак, чтобы потом дом превратился вот в такой. Вот уже, кстати, с этого торца, то есть с этого угла, он уже готов и выглядит вот так. И рядом домик тоже вот такой. Очень классно. А сейчас на экране вы видите божничу. И она здесь очень необычно выглядит за счет вот этого огромного шпиля. Он высотой, я не знаю, наверное, метров, может, 40, я бы сказал. И его прям сдалека видно, я не знаю, чуть ли не с любой точки города. Очень интересная божнича. И давайте еще, как всегда, зайду внутрь, покажу вам, как там внутри. Много еще, конечно, в Клейпиде не реновированных домов. Но, в принципе, и реновированные тоже встречаются довольно часто. Вот еще один такой красивый домик. И давайте еще сейчас вот сюда камеру разверну. Здесь тоже вот такой вот классный дом. В принципе, знаете, в целом город неплохо выглядит. Но мне, например, не нравится, что много вот этих вот советских пятиэтажек. А если бы их вообще не было, то тогда, в принципе, были бы только вот такие домики с глиняной черепицей. И тогда было бы вообще классно. А так, получается, эти дома, вот эти вот квадратные, они все портят. Вот тоже классный домик, и он тоже обновленный. Еще, кстати, обратили внимание, что здесь почему-то старые мусорки у них стоят. То есть нету даже колокольчиков. И тем более новых мусорок мы тоже здесь не видели. Напишите в комментариях, почему здесь так. Вот еще, друзья, один реновированный домик. И еще, кстати, друзья, что мы заметили, когда сюда приехали, это проблему с парковками. То есть здесь город очень маленький, и, в принципе, куда ты не сунешься, везде ты, в принципе, находишься почти в центре. Потому что городок небольшой. И в центре, то есть постоянно идут парковки платные. И мы, короче, долго-долго искали, ну, где припарковаться, чтобы не платить за парковку. И нам пришлось отъехать прямо на самую окраину города. И сейчас вот на экране вы видите, ну, сколько здесь во дворе машин. Может быть, даже здесь кто-то припарковался, кто вообще не живет в этом дворе. И это, кстати, ну, вообще проблема всех вот этих советских застроек. Потому что, когда в Совке строили вот эти вот пятиэтажки, то они не думали, что у людей когда-то вообще будут машины. Но сейчас уже как бы 21 век, и в Литве, например, на одну семью может быть запросто и три машины. И теперь эти машины просто некуда ставить, потому что не предусмотрено под них место. И вот я вам хочу еще показать. Смотрите, вот еще одна идет пятиэтажечка. Она тоже отреновирована и очень классная. А вот здесь, например, видите, раз, два, три, четыре. Четыре пятиэтажки, они не реновированы. То есть, в принципе, вот такой процент. Вообще в процентном соотношении, я думаю, знаете, где-то может быть процентов 30 домов здесь отреновировано. Остальные дома идут вот такие вот старые. Здесь вот в таких вот дворах, смотрите, сейчас я вам покажу полную картину. Когда идешь по вот таким вот дворам, это мы находимся недалеко от центра, то здесь прям реально чувствуешь себя как в России. Но знаете, ребята, радует одно. Радует то, что картина вся эта потихоньку начинает меняться. И чтобы вы это сами увидели, я вам покажу. Смотрите, вот здесь уже куча песка. Рядом лежит вот брусчатка. И то есть все вот это вот будут менять. И давайте я вам покажу, как это будет потом выглядеть, когда все это переделают. Вот смотрите, здесь уже весь этот асфальт удалили. И все это будет заменяться. Также дома эти со временем отреновируются. Причем я думаю, что буквально через какие-то 5 лет весь этот двор, я думаю, будет уже выглядеть очень-очень хорошо. И вот сейчас мы пройдем вперед. И я вам покажу, что здесь уже вовсю идет работа. То есть радует, что хотя бы что-то меняется, что нету, то есть такого печального состояния, что ты живешь вот в таком доме, и как бы он не изменится. Он изменится, и это будет очень скоро. Потому что вот смотрите, здесь уже делают вот такие дороги. Вот. И здесь тоже уже выложили вот такие вот дорожки. Тут уже подготовлено место для парковки машин. То есть все, все меняется в Литве, и все потихоньку делается. Конечно, не так быстро, как этого хотелось бы. Но с другой стороны, знаете, в Литве и денег-то не так прям много, чтобы прям все, знаете, за неделю переделать. Поэтому все потихоньку, все по средствам. Немножко тут стояли, разглядывали все эти ремонтные работы и удивились, ну, как классно все делают капитально. То есть смотрите, вот эта брусчаточка, она прям подходит до самого подъезда. И потом, когда еще дома треновируют, вообще тут все будет классно. И также вот здесь прокладывают все эти коммуникации, люки канализационные. То есть все сразу делают, как надо, чтобы потом не переделывать. А потом в дальнейшем, вот в этих местах, где вы видите, в этих квадратиках, здесь сделают газон. Короче, друзья, я, наверное, поспешно сделал выводы, что я сказал, что здесь мало. Короче, идет реновация. Смотрите, тут, короче, все дороги прям во дворах разрывают. И потом уже скоро, прям, я думаю, будут закатывать новый асфальт. Посмотрите, вот сейчас на экране вы видите, здесь полностью весь двор уже переделали. И вот давайте по вот этому двору я сейчас пройду и покажу вам. Вот, смотрите, брусчаточку здесь новую положили. Здесь будут еще траву делать. И вот дом без реновации, а вот уже отреновированный. Здесь у них окна идут от пола на балконе. Такие тонированные, видите, пополам. И вон еще тоже домики идут впереди, а все отреновированы. И также вот дворовая территория, вот такая вот классная. Короче, слушайте, тут вообще неплохо так идут ремонтные работы. И я вижу здесь потенциал в этом городе. Вот этот домик тоже классно сделали. С одной стороны он темно-коричневый, с другой светло-коричневый. Короче, ребят, чем ближе к центру, тем процент реновированных домов возрастает. То есть здесь уже, наверное, каждый второй дом отреновирован. И выглядят они вот так вот. И после реновации здесь, смотрите, сколько сделали парковок. То есть, в принципе, теперь все жители могут припарковать свои машины. Ребят, короче, если честно, мы удивлены, потому что, наверное, мы не очень вовремя приехали в Клейпидо, потому что здесь кругом прям идет строительство. Посмотрите, здесь вот делают брусчатку. Здесь уже сделали такую велопешеходную дорогу. Здесь стоит какая-то техника, то есть тоже что-то делают. Здесь сложены строительные материалы. Короче, кругом-кругом идут какие-то работы. Я думаю, что надо было, знаете, может, в следующем году сюда приезжать. И тогда здесь было бы вообще уже классно. А сейчас здесь все полностью ремонтируют, ремонтируют, ремонтируют. Но это, с одной стороны, это круто, что что-то делается, потому что когда-нибудь это доделают. И здесь будет вообще все клево. Ну ничего, друзья. В этом видеоролике мы хотя бы, знаете, пойдем море посмотрим. И посмотрим старый город. А также вот сейчас на экране вы видите, как будет это все выглядеть, когда это доделают. То есть вот здесь идет такая широкая велодорожка и пешеходная дорожка. И сразу вот выведены такие огромные кабеля. Это будут, наверное, столбы с освещением. Короче, все классно. Вот дорога тоже, которая в центре, по которой сейчас едут машины. Она тоже абсолютно новая. То есть вообще нет никаких ям на ней. И здесь ездить одно удовольствие. Короче, я вижу, что здесь, конечно, в Клейпиде много работ. То есть много нужно что делать. Но также я и вижу, что тут очень много чего делается. Друзья, я просто, знаете, не перестаю удивляться, насколько тут, короче, идут ремонтные работы. Вот смотрите, все здесь абсолютно новое. И давайте еще вот сюда пройдем. Вот здесь тоже идут такие пешеходные тротуары. Они тоже абсолютно новые. Здесь уже засыпана такая специальная земля. То есть в дальнейшем здесь будут газоны высаживать. Короче, я не знаю, как будто весь бюджет Литвы отправили в Клейпиду. И тут, короче, все ремонтируют. Либо, я не знаю, может быть, из-за того, что коронавирус, и этим летом все литовцы ехали сюда отдыхать. Может быть, бюджет Клейпиды пополнился. И теперь вот здесь ведутся такие ремонтные работы. Офигеть, ребята, везде, везде, короче, идут ремонтные работы. И еще кто-то у меня спрашивал, где можно купить книжки по литовскому языку, либо словарики. Вот сейчас вы на экране видите, вот есть в Литве такие магазинчики. Они называются вот «Книги нас». И в этих магазинах вы можете купить вот эти всякие книжки, то есть словари, либо какие-то книжки по грамматике литовского. Ребят, короче, тут со мной куратор мой идет. И он говорит, хватит уже снимать эти реновированные дома. А я прям не могу остановиться. Они такие клевые. Смотрите, вот сейчас на экране вы видите еще один домик. Ну красота же, да? Офигеть, ребята, смотрите, вот это вот реновация, да? Посмотрите, как выглядит этот дом. Вообще реально красота. У них, короче, окна от пола прям на балконе. И они затонированные. Выглядит, блин, как будто, знаете, новый дом прям построен, а не отреновированный. Но на самом деле это вот совдеповский дом, который вот таким образом обновили. Кстати, рядом с этим домом и скверик тоже соответствующий. Вот посмотрите, как здесь трава выкошена, цветочки посажены. И здесь есть вот такой вот еще памятник. Так, давайте сейчас я пройду еще вперед и вам покажу. Вот как здесь у нас все выглядит. И сейчас мы уже приближаемся, кстати, к старому городу. Сейчас еще вам старый город покажем. И потом пойдем на море посмотрим. В первый раз увижу Балтийское море, ребята. Так, ребят, короче, мы уже подбираемся к старому городу. И здесь у нас вот такой маяк. Маяк это на литовском будет Швитуриз. И тоже классное такое здание. Мы прям сдалека его увидели. Очень красиво выглядит. Еще, кстати, что хочу сказать, что здесь в Клейпиде, в старом городе, вся дорога вот эта сделана из вот таких булыжников. И когда ты едешь на машине по этой дороге, то ты прям так... Вот так вот, короче, едешь. Очень классные такие ощущения. Но, с другой стороны, я бы лучше, конечно, по асфальту ездил. Но эти камни, они очень красиво выглядят. И придают такую классную старину. Поэтому оно того стоит, конечно. И на асфальт никто тут это менять не будет. Потому что так с камнями намного это круче выглядит. Офигеть, друзья. Тут вообще все топово. Посмотрите, как классно сделано. Здесь идут из травы вот такие треугольнички. Тут такие клевые новенькие дома. И сейчас мы, короче, хотим подняться на вот эту штуковину. Я не знаю, что нас там ждет вообще. Мы сегодня просто вот реально гуляем. И вместе с камерой. И все вам показываем. Ну, здесь красота нереальная просто. Блин, как мне нравится, когда вот пешеходные эти дорожки сделаны из вот таких вот камешков. Здесь вообще приятно прям по ним ходить. И они выглядят с ног сшибательно. Давайте мы сейчас еще пройдем вот сюда. Я уже увидел, короче, что здесь находится. Здесь идет такой классный городской парк. С вот такими мостиками. И тут идут такие каналы, в которых течет вода. Короче, здесь отличная такая прогулочная зона. Где можно погулять, либо покататься на велосипеде. Также здесь вон дети играют на детских площадках. Сегодня, кстати, так прилично народу здесь. Но погода не очень хорошая. Поэтому все равно маловато людей. Да, ну погодка, короче, в Клейпиде вообще жесть. Здесь такой ветер прям налетает. И тучи, короче, летают по небу. Короче, здесь, знаете, можно такую пословицу сказать. Не жди у моря погоды. И вот эта пословица, она здесь реально работает. Потому что погода меняется очень быстро. И может, знаете, и дождь налететь, и ветер, и все такое. Так, сейчас мы поднялись, короче, вот сюда наверх. И мы поднялись сюда для того, чтобы сделать классные фотографии. Потому что с нами, короче, вот такой вот дружбан. И сейчас мы будем тут делать красивые пейзажики для сообщества. Так, и давайте покажу вам еще немножко здесь панораму. То есть вот сверху какой открывается классный вид. Там он идет мостик пешеходный. Можно прям туда, на вот этот центральный островок пройти. Там тоже идет такая большая площадь. И вот с этой стороны там у нас уже идет старый город. Куда мы сейчас и пойдем. Друзья, короче, увидели вот такой прекрасный вид. И знаете, что сейчас я хочу уточнить? Я хочу уточнить, что в Клейпиде население 150 тысяч. И, например, в соседнем Калининграде население 430 тысяч. И обратите внимание, как выглядит наша маленькая Клейпида. И давайте сейчас еще я сделаю вот так вот. Опа. Чик. Готово. Короче, ждите эту фотку в сообществе. Да, друзья, если бы вы слышали, как тут мы за кадром удивляемся. Мы тут, короче, с открытым ртом просто ходим. И мы в шоке. Посмотрите, какие дома. Блин, они реально как пряничные прям домики. Как будто из сказки какой-то. Посмотрите, как здесь все выглядит. И жители, посмотрите, они цветочки вот в горшках таких специальных длинных. Они вывешивают одинаковые прям цветы. Выглядит это тоже очень хорошо. Здесь также, кстати, очень много классных мест для фотографий. Вот сейчас впереди вы видите такую железную решетку. Она прям там с заклепками такими. Короче, пофоткаться здесь однозначно есть где. А это сейчас на экране Евангелику Лютерону Божнича. То есть Церковь Евангелистских Лютеран. По-моему, правильно сказал. Тоже классно выглядит. И особенно классно выглядит вот эта вот зелень, которая вокруг. Ну вот мы уже и подошли практически к центру старого города. Здесь у нас вот такая красотень. Посмотрите, как здесь все выглядит. Я буду медленно камеру вести, чтобы не было никаких смазов, ничего. И чтобы вам было хорошо все видно. Вот такие вот здесь классные улочки. Выложено все вот такими древними камнями. Я не знаю, сколько им лет. То есть сколько это все здесь лежит. Но выглядит все, блин, вообще очень-очень красиво, ребята. А вот на фоне вот таких стеночек можно делать очень красивые фотки. Потому что эта стенка, она прям такая вся с фактурой. И здесь еще есть вот такая красивая зелень. Короче, мы сейчас здесь, наверное, пофоткаемся. Вот здесь, когда мы сейчас подошли к каналам. Сейчас я вам покажу эти каналы. Здесь, короче, вот такие вот всякие кафешечки и всякие офисы. Выглядит вообще все просто шикарно. Сейчас я вам покажу. Здесь вот идут такие бревна. И там идут стеклянные двери. Глиняная черепица, как всегда. Короче, все дорого-богато. Мы, короче, точно не вовремя сюда приехали. Если бы мы, наверное, в следующий год сюда приехали, тут вообще все топово будет. Но мы обязательно еще, ребята, сюда вернемся. В следующем году, летом, мы сюда приедем. И покажем вам, как здесь все изменится. Короче, здесь скоро все будет вообще как новое. Здесь у нас идут такие каналы. В этих каналах припаркованы вот такие красивые корабли. Как вы видите впереди сейчас на экране. И там у нас идет вот уже тоже центр старого города. Здесь вообще, короче, все вылизано. Оказывается, друзья, вот в этом корабле находится ресторанчик и бар. Очень оригинальное такое оформление. То есть можно вот здесь сидеть на улице, а можно прямо вот в самом корабле. Также здесь рядом еще представлены вот такие вот экспозиции. То есть здесь у нас идут старые такие винты. Также идут вот такие бочки. Сейчас вам ее покажу с этой стороны. Вот у нас бочка. И здесь идут прожектора. А вот, кстати, ребята, у нас сейчас выглянуло солнце. Как я вам и говорил, погода здесь в Клейпеде очень переменчивая. То есть буквально вот недавно сейчас дул прям ветер такой ураганный. Было холодно и были тучи. А сейчас уже вот опять солнышко выглянуло и опять жарко. Короче, погода здесь такая морская. И сейчас мы еще прогуляемся здесь по старому городу. Там, кстати, вот находятся эти дома, которые в виде буквы К сделаны. И здесь у нас вот такие улочки. Короче, здесь вот реально погулять, приехать просто классно. Мы сегодня просто, знаете, идем. И я даже не чувствую, что я снимаю ролик. Потому что я просто по фану, знаете, нажимаю на камеру на Play. И записываю, и иду. Я просто сегодня буквально отдыхаю, а не работаю. То есть очень классный городок. Мне он понравился прям. Вообще, по сути, друзья, здесь, короче, нужно просто камеру включить и не выключать. И идти по всему городу. Здесь на каждом шагу, короче, какая-нибудь красотень. Вот, смотрите, какой классный вид. Корабль, кстати, вот этот мне вообще нравится. Я сейчас сделаю фотографию его крупным планом. Потом в сообщество выложу. В этих каналах, кстати, плавают уточки. И сейчас на экране вы видите автомобильный и пешеходный мост. Мост тоже, кстати, классный, красивый. Здесь вот можно подняться и пойти по мосту, что мы сейчас и сделаем. Короче, друзья, немножко мы еще здесь прогуляемся сейчас по старому городу. Знаете, что вот я сразу заметил? Вот эти улицы, где мы сейчас идем в данный момент, они очень такие довольно узенькие. Конечно, здесь вот еще есть выделенная полоса под велосипеды. Но все-таки, например, если бы моя бы воля, я бы, короче, вообще здесь просто движение перекрыл и сделал эти улицы чисто пешеходными. То есть, чтобы вот прям по вот этой вот дороге можно было пешком ходить. А машины, ну, чтобы где-нибудь на въезде в старый город, чтобы люди оставляли. Потому что, в принципе, здесь такая классная атмосфера. Но вот эти машины жужжащие, они все портят. То есть, когда ты здесь идешь, гуляешь, ты хочешь, ну, ощущать какую-то тишину, ощущать город. А здесь вот летит, например, вот такой вот автобус. И то есть, приходится аж иногда громко разговаривать. Я думаю, что без транспорта здесь было бы намного лучше. Ну, в принципе, и так, конечно, тоже хорошо. Радует, что вот есть выделенная велосипедная дорожка. Пешеходные тоже тротуары хорошие. То есть, в принципе, погулять здесь можно. И сейчас я не знаю даже, куда мы пойдем. Здесь везде красота, знаете, куда ни глянь. И слева красота, и справа красота. Кстати, здесь вот такая улочка идет с кафешками. Да, давайте мы вот по этой улице пойдем. А потому что на этой улице, там, если мы до конца дойдем, там тоже будут красивые здания. Да и они здесь вообще все красивые. Вот, посмотрите, давайте я вам буду камерой кружить и прям показывать все подряд. Потому что я думаю, тем людям, которые, например, не из Литвы, им будет интересно прям увидеть вот такую полную картину. То есть, прям из моих глаз буквально сказать. Поэтому давайте камеру не буду выключать. Будем просто вот так вот идти и снимать все подряд. Окей. Смотрите, сколько, кстати, машин. Все вот эти вот парковки, они идут платные. И люди здесь ставят машины. Я, кстати, даже не знаю, сколько здесь стоит парковка. Но здесь идет самая дорогая зона. Потому что мы в центре города сейчас находимся. Если кто-то знает, например, сколько стоит, напишите в комментариях. Потому что даже мне будет интересно. Потому что я сам не подходил к этому автомату. На котором можно выбить себе парковку. Так, здесь у нас тоже архитектурные памятники. На них мы останавливаться не будем, ребята. Потому что под видеороликом я оставлю ссылочку на страничку Википедии. И, кстати, я оставляю ссылки на Википедию, на литовскую версию Википедии. Потому что я заметил, что в русской, вот, кстати, здесь еще между вот этими улицами есть вот такие классные улочки узкие, как в Вильнюсе. Я оставляю ссылочку на литовскую Википедию. Потому что, знаете, однажды я читал какую-то статью. Не помню уже какую. И там были, ну, то есть, сильные расхождения. То есть, в русской статье Википедии было написано одно. А в литовской страничке буквально другое. Так, здесь у нас карты, кстати. Я не знаю, они бесплатные, наверное, да? Или нет? Ну-ка. Нет, здесь закрыто, по-моему. Или это магнитик? Давайте я попробую открыть. Да, это магнит. Нет, здесь, в общем, лежат карты, карты города. Только я не знаю, нужно ли, нужно ли за них платить или не нужно. Ну, короче, мы ее брать не будем, потому что у нас есть гугл-карты и интернет. И, в общем, я заметил расхождение в страничках Википедии. То есть, на русской было написано одно, а на литовской другое. На английской было написано то же, что и на литовской. Поэтому, если вы тоже хотите какую-то достоверную информацию о Литве получить, то желательно читайте все из литовской Википедии, либо из английской. Иначе можете что-то не то прочитать, то, что не соответствует действительности. Блин, какие классные улицы, ребята. Смотрите, они вот здесь такие узенькие. И здесь можно гулять. Очень классный город. Вот Клейпеда. Это классный город, по которому можно просто приехать, гулять и отдыхать. То есть, это такой городок для клевого отдыха, особенно летом. Вау, друзья, короче, мы дошли вот прямо до самого центра. Здесь у нас впереди, сейчас на экране вы видите драматический театр. И давайте я еще сейчас сюда вперед пройду, чтобы показать вам. Уже даже, кстати, не обращаю внимания на вот такие цветочки, хотя они очень-очень красивые. Ну, просто уже привык, потому что в каждом городе такие есть. Смотрите, какие здесь классные здания. Вот это вот особенно мне нравится. Которое такое оранжевое с белым. Там очень много вон наверху лепнины, где треугольничек идет. И там тоже вон статуэточки стоят. Короче, центр очень красивый. И давайте еще вот сюда я разверну. Потому что здесь есть такие домики в баварском стиле. Только давайте я обойду немножко сюда, чтобы вам показать их с этой стороны. Давайте вот сюда пройду. Потому что тут солнце отражается, просто и не видно. Но мне очень эти дома понравились. Я их уже видел, когда мы проезжали на машине. Вот они как выглядят, смотрите. Сейчас вот все прекрасно видно. Вот такие вот домики классные. Эти домики придают городу вообще очень восхитительный такой вид. Какая же здесь красота. Давайте я вам вот так вот еще покажу крупным планом. Вообще, если честно сказать, я, короче, удивлен. Потому что Клейпида, несмотря на то, что она маленькая и она не столица, но она выглядит, блин, ну ничуть не хуже, наверное, Вильнюса. То есть очень-очень хороший городок. Давайте вот еще немножко покажу вам улицы старого города. Вот так вот они выглядят. И сейчас мы пойдем вон в ту сторону, туда, ближе к морю. Уже, кстати, чувствуется прям ветер от моря. Ну вот мы вернулись опять на каналы. Здесь у нас еще один такой водный ресторанчик стоит. То есть там у нас вон окна. И там прям видно столики. Можно прям ехать в ресторане по воде и кушать. И давайте еще в эту сторону разверну камеру. Здесь у нас идет пешеходный мост. Сейчас мы пойдем в ту сторону, ближе к морю. Здесь уже очень-очень много корабликов. Но тут они уже попроще. И знаете, хочу задать вопрос вам в комментариях. Напишите, что это за кораблики. То есть они здесь стоят просто для вида. Или это кораблики обычных людей. Или вообще, что это за кораблики. То есть напишите в комментариях. Мне просто интересно знать. Я вообще думаю, что это кораблики людей. То есть это люди здесь их припарковали. И иногда они на них плавают. Сейчас мы вот приближаемся вот сюда. Тоже в такое очень знаменитое место, где все люди фотографируются. Вау, здесь прям вообще такая небольшая яхточка. Смотрите, какая классная. Я бы, кстати, тоже хотел, знаете, прокатиться на такой яхточке, чтобы там вот, ну, прям домик был. Чтобы можно было выплыть, например, в открытое море и там, например, ночевать, сидеть там, что-нибудь смотреть. Короче, очень классное такое развлечение. Себе бы, конечно, я яхту не хотел, но вот в аренду бы взять можно было бы очень классно. Так, давайте сейчас мы пройдем вот сюда и пойдем дальше прямо. Тут какие-то странные дорожки. Я не пойму, как здесь идти. Нужно, наверное, вот сюда проходить, да, вот здесь и потом идти прямо. Тут тоже есть такие вот спуски к этим яхточкам. Ветер опять ураганный, просто поднялся, друзья. Я так понимаю, это просто море влияет на климат, то есть из-за моря здесь переменчивая погода. И еще, знаете, что интересно, я сейчас вижу... Вау, какое классное здание. Там идут такие окошки деревянные, старинные прям. Я сейчас вижу просто впереди там корабль, и он лежит прямо на боку. И я не знаю, что с ним случилось. То есть мне кажется, он затонул. Сейчас мы подойдем и посмотрим. Там, короче, я вижу, что вокруг него поставили такие поплывки, то есть которыми обозначили это место. Поэтому я думаю, что там что-то случилось. Сейчас мы глянем. И вот такие вот домики здесь, кстати, еще красивые. Вообще просто супер. Здесь реально вот такое чувство, когда гуляешь, что по какому-то такому старинному городочку портовому прогуливаешься. Здесь еще есть вот такие вот металлические огромные штуковины, за которые канаты привязывают. То есть чтобы кораблик не уплыл. И сейчас мы находимся вот в этом месте. Давайте пройдем вот сюда. Здесь есть такой мостик. Мостик очень интересный. Кстати, тоже его сниму, покажу вам. Вау, вот это вот здание вообще клевое. Я его раньше только на фотографиях видел. Теперь вживую наконец-то увидел. Вообще, представляете, два года уже живу в Литве. И ни разу не был в Клейпиде. Это первый раз я сюда приехал. Такой вот домик тоже интересный. Красного цвета. Снизу белый. Такие ставни деревянные. Короче, да, ребят, я был прав. Этот корабль тонет. Смотрите, он упал прям на бок. И здесь сейчас стоят репортеры с какого-то телеканала. И они снимают тоже сюжет. Так что я сегодня тоже как репортер. Я вам прям, знаете, самый первый, короче, показываю горячие новости. В общем, друзья, мы дошли до конца этих каналов. Сейчас вот на том берегу, вы видите, там идет переправа. То есть там можно либо на автомобиле, либо можно пешком зайти на такой специальный корабль, который перевозит людей и машины на другой берег. А оттуда уже можно ехать на автомобиле, например, по Куршской косе. Но туда мы сейчас не поедем. Мы сейчас вернемся к своей машине. И поедем, посмотрим еще море. Вот это еще классная скульптура. Мне она тоже понравилась. Я ее в интернете видел. Сейчас вот вживую ее тоже посмотрю. Это называется призрак. То есть здесь такой призрак в капюшоне. И он такой держит фонарь. Такая пиратская тема, короче. Да, кораблей здесь, конечно, целая куча. Смотрите, сколько их всякие, разные стоят. Ну, я так понимаю, да, это, короче, люди просто покупают себе их. И это типа, ну, как гаражи. Я вообще вот в этой всей морской тематике не разбираюсь. Поэтому, если кто-то в этом шарит, напишите в комментариях, что это за кораблики, чьи они, сколько люди платят за то, чтобы их здесь припарковать. Можно ли выкупить это место или только в аренду его можно взять. Во, вот эта яхта вообще огромная. Смотрите, там прям реально целый дом. Я внизу вижу этаж первый, потом идет вот второй этаж и еще третий вот так вот пленкой затянут. Вот, короче, в этой яхте можно реально жить месяцами. Здесь, кстати, тоже классные корабли идут. Здесь они идут поменьше. Но я вижу, что они такие прям, наверное, быстрые. Которые вот особенно без мачт. Потому что с мачтами это они с помощью парусов плывут. А которые без мачты, они с помощью двигателя. Ну, короче, их здесь вообще разных очень. И у всех, кстати, есть имена. Вот они написаны. Написано имя на каждом этом катере. На каждой яхте. И, знаете, есть такая типа пословица. Как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Здесь разные имена мы уже видели. Видели, есть, знаете, женскими именами. Называют там Виола. А потом, я вижу, еще Шарунас. Называется одна. Здесь вот Колумбус. Так, давайте еще посмотрим. Блин, каких только нету. Интересно, кстати, сколько стоят такие яхточки. Вау, вот это вообще непонятная какая-то. Посмотрите. Вот это вот. Вот это. Я прям вот покажу ее. Смотрите, у нее даже как кабины нету. Она просто такая, как торпеда. Офигеть. Первый раз такую вижу. Конкретно здесь много просто этих яхт. Люди реально тут, кто живет, наверное, увлекаются. Очень часто, наверное, плавают по морю. Классное, кстати, тоже развлечение. Конечно, очень дорогое. Офигеть, друзья. Вот эта вот яхта вообще клевая. Смотрите, ну, на камере так не передается, но она очень-очень широкая, короче. Очень интересно, кстати, вот этот черный домик. Это жилой дом или нет? Ну, на первых этажах я точно вижу, что там магазинчики. А вот на остальных, интересно, живут люди или нет? Если кто-то знает, напишите в комментариях. Вот эти вот, кстати, из красного кирпича тоже дома очень красивые. Сейчас идем обратно. Здесь вот такие красивые мостики. Это этот парк, который мы вам в начале ролика показывали. И здесь, короче, можно по вот этим мостам пройти сначала по этому мостику, в эту сторону. Тут, кстати, идут велопешеходные дорожки тоже. Они уходят куда-то на окраину города. А здесь они идут вот в эту сторону, вот сюда. И здесь по мостику, вон по тому, мы сейчас пройдем дальше. И потом выйдем опять туда, откуда начинали свое путешествие. Вот, друзья, часто задают вопрос, люди-люди-то где? Короче, сегодня в городе людей было дофига и больше, потому что мы приехали в воскресенье. А сейчас мы приехали на море. Мы приехали в такое место, которое называется Алан-Ду-Кяпури. И смотрите, сколько машин. Они, короче, вообще не заканчиваются. То есть мы всю дорогу ехали, и всю дорогу припаркованные машины вдоль дороги. Парковка вообще вся занята. То есть на парковке мы даже не смогли припарковаться. А пришлось припарковаться, короче, вот здесь прям вдоль дороги. И посмотрите, сколько здесь машин. То есть просто их тут миллион. Как будто, знаете, вся Литва сюда приехала. А может быть, так оно и есть. Может быть, вся Литва сюда и приехала. Поэтому нигде по городам людей нету. Все на море отдыхают. И еще такая небольшая врезочка, друзья. На самом деле в самой Клейпиде вы не сможете посмотреть на море. Поэтому нужно выехать из города хотя бы на 3 километра. Вот как мы сейчас находимся. И то есть в 3 километрах от города вы уже можете полюбоваться на море. Вот мы сюда приехали. И сейчас пойдем посмотрим. Здесь, короче, идет такая тропинка. Вот сюда, в эту сторону. И нужно пройти сквозь лес. И тогда там можно увидеть море. Но сейчас мы его в первый раз, собственно, и увидим. Вау, друзья, короче, вот мы и добрались до спуска. Здесь вот такой спуск идет с лесенками деревянными. То есть спокойно можно спуститься и добраться до моря. Давайте сейчас я спущусь и опять включу камеру. Вау! А вот оно, собственно, и само Балтийское море. Сейчас мы подойдем и посмотрим. Смотрите, какое оно прям голубенькое. Шумит, кстати, очень сильно. Потому что сегодня здесь очень большой ветер. И поэтому волны довольно-таки крупные. Блин, какая же здесь красота, ребята. А самое даже главное, знаете, что здесь не только красота, а еще и чистота. Я даже боюсь представить, ребята, если бы литовцам досталось, например, Черное море. То есть оно было бы теплое. И оно было бы еще и с чистейшими пляжами. Здесь, конечно, пляжи чистейшие. Но море довольно холодное. Хотя, в принципе, литовцы, которые родились в Литве, они частенько здесь купаются даже. Но я, например, не знаю. Может быть, я, конечно, туда и залезу. Но очень холодно мне будет. Да, какая красота. А главное еще и чистота. Я сейчас смотрел, знаете, на песок. Ни одного мусора, короче, не встретил. Единственное, что вот деревья здесь валяются, поваленные. Ну, деревья, это, конечно, природные материалы. То есть ничего опасного в них нет. Зато нет никаких ни бутылок, ни бычков, закопанных в песок. То есть ничего здесь такого нет. Ни пачек от сигарет. А еще я слышал, что очень полезно дышать вот этим морским воздухом. Поэтому мы сейчас сядем, часочек, наверное, здесь посидим, подождем закат полный, сфотографируем здесь классные кадры. И потом поедем домой. И здесь, кстати, двойной еще такой бонус. Здесь не только морской воздух. Здесь еще и хвойный воздух. Короче, ребята, в оздоровительных целях сюда обязательно рекомендую приезжать. Друзья, еще что мне здесь нравится, на Балтийском море, то, что здесь не ходят люди, короче, обвешанные товарами и не кричат на весь пляж. Чурчхела, чурчхела, шашлык самый вкусный, арбузы, дыни, берем, берем, налетай. Здесь никто не продает товары, потому что есть такой закон в Литве, который запрещает просто это делать. А если вдруг появляются люди, которые ходят здесь и орут, и продают что-то, то быстро приезжает полиция и штрафует этих людей. Именно поэтому здесь нету никакого мусора и криков пьяных алкашей. Друзья, и на этом наш ролик подходит к концу. Конечно, за один видеоролик всю Клейпиду я вам не смогу показать, но мы обязательно вернемся сюда еще и будем показывать вам, что тут еще есть интересного. Спасибо, что смотрите меня, спасибо, что поддерживаете канал. Всего вам доброго. Висагяру ики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!